Здравствуйте, меня зовут Таня, и сегодня мы начинаем новую рубрику Best for Teachers на канале SkyTeach и Российский учебник. В сегодняшнем видео мы разберем самые сложные темы, с которыми бьются преподаватели английского. Как разложить все по полочкам, разберемся прямо сейчас. Среди наиболее распространенных ошибок в устной и письменной речи на иностранном языке, ошибки в использовании так называемых confusing words, слов, которые не схожи по написанию, звучанию или по смыслу. В них бывают путаться даже сами носители. Например, прилагательные comfortable и convenient. И то, и другое можно перевести на русский язык как удобный. Или же глаголы to land, одолжить в значении дать взаймы, и to borrow, одолжить, то есть взять взаймы. Учить такие слова лучше парами, четко обозначая с самого начала разницу в их употреблении. Причем при введении подобной лексики используйте примеры, визуализацию, будьте артистичны. Это поможет сформировать яркие ассоциации учеников. Кстати, метод ассоциаций может также лечь в основу отработки данной лексики. Например, после изучения нескольких таких пар слов можно поиграть в игру nonsense story. Группа обучающихся садится в круг и по очереди, по одному предложению создают историю. В своих предложениях студенты должны использовать слова, одно за другим, появляющиеся на экране или написанные на карточках, которые они берут из колоды в центре. Например, Nonsense story можно также использовать при обучении еще одной сложной теме, а точнее феномену, к локациям или устойчивым выражениям на английском языке. К примеру, сильный дождь по-английски heavy rain, а не thick rain или strong rain, как по-русски. Трудность тут заключается в том, что коллокации даже особо и не объяснишь. Их нужно просто запомнить. Поэтому для их отработки подходят всевозможные задания и игры, направленные на развитие памяти. Одно из моих любимых — running dictation или диктант бегом. Преподаватель создает короткий текст с высокой концентрацией хороших и полезных коллокаций, распечатывает его на обычном листе А4 и вешает на стену или на доску так, чтобы между ним и студентами было как минимум несколько метров, и текст был не читаем с их мест. Студенты делятся на пары, у каждой пары чистый лист бумаги и ручка. Как только учитель объявляет начало игры, студенты по очереди подбегают к доске и, не делая никаких записей, пытаются запомнить как можно дольше текста, а затем бегут на свое место и диктуют своему партнеру все, что им удалось унести, а тот записывает. Затем партнеры меняются ролями, побеждают те, кому удалось наиболее точно воспроизвести созданный преподавателем текст и допустить как можно меньше ошибок в источивых выражениях. Немало ошибок допускается в управлении глаголов. Многие глаголы жестко диктуют правила их использования. Одни требуют после себя употребления глаголы в инговой форме или герундия, другие — инфинитива, третьи — использование определенного предлога или даже нескольких сразницей в значении. Трудность здесь, как и в случае с устойчивыми выражениями, в том, что таких глаголах множество, и правила их употребления нужно просто запомнить. Безусловно, без закрепляющих упражнений тут не обойтись, но над глаголами можно также поработать и в рамках коммуникативных заданий. Например, можно поиграть в игру, которая позволит обучающимся узнать друг друга получше. Так студенты заполняют анкету о себе, состоящую из 10-15 предложений, которые нужно закончить. Данные предложения содержат отрабатываемые глаголы. Например, I enjoy, и студент продолжает. Затем ответы обсуждаются в мини-группах и со всем классом. Еще одной темой, вызывающей трудности, является использование похожих конструкций used to do something, be used to doing something. Особенно важным при отработке какой бы то ни было грамматической конструкции является введение ее в живую речь. Так, на отработку used to do something, be used to doing something, я бы посоветовала попросить учеников поговорить о своих привычках, которые они изменили в течение жизни. В качестве опоры можно предложить заполнить таблицу, в которой они указывают 3-4-5 вещей, которые раньше делали определенным образом, а сейчас делают иначе. Затем студенты делятся своим опытом друг с другом в группах из двух, трех или четырех человек, используя обе или даже все три конструкции. Used to do something, be used to doing something и get used to doing something. На выходе должно получиться что-то вроде I used to sleep until midday, but now I'm used to waking up at 7 a.m. It was hard to get used to waking up so early in the morning, but luckily I did. Наконец мы поговорим о трех местоимениях, которые вгоняют в ступор многих из тех, кто изучает английский язык как иностранный вне зависимости от их уровня. Other, another, the other. На русский язык каждый из них можно перевести как другой или другие. Отработать употребление этих местоимений можно в рамках ролевой игры с четкой установкой на то, что каждый участник должен употребить все три из них в своих репликах, а возможно и не по одному разу. В качестве тем можно выбрать, к примеру, диалог в магазине одежды, где обучающиеся подбирают себе образ на предстоящие мероприятия из предложенных предметов гардероба, или диалог расследования преступления с двумя главными подозреваемыми, ограниченным кругом свидетелей и множеством улик. На этом примере я остановлюсь, но еще о пяти сложных темах уже в следующий четверг расскажет Настя Пешахонова, преподаватель и ведущая рубрики на канале Sky Teach. Подписывайтесь на каналы Sky Teach и российский учебник, смотрите интересные видео для учителей английского в рубрике Best for Teachers. Ставьте лайк нашему видео и расскажите о нас коллегам. С вами была Таня Ершова. С вами была Таня Ершова.